Вот так вот. Вроде взрослые люди, а мозгов нет. В наше время вообще трудно взрослеть. Как можно повзрослеть здесь? А вот это Хумас. А это его новый видос. А дальше чё? Давайте так и оставим, в принципе. Круто ведь? Но классно же. Как минимум неплохо. Данный прикол был сделан в этой потрясающей и поистине великой видеоигрушечке с помощью нескольких человек и десятка аддонов. И речь сегодня пойдёт о Гаррис Моде и движке Сурс в целом. Относительно старые зрители знают, что раньше я делал игровые нарезки по ГМОДу, а настоящий Old Effects помнит это говно. Это позор. Я искренне люблю ГМОД и другие Сурсовские игры, а поэтому хочу рассказать вам о них и, возможно, привить какую-то любовь или заинтересованность. Если вы вдруг никогда не играли ни во что на этом старом, но всё ещё крутябовом движке. А если играли, то, возможно, нам тоже будет интересно. Затрагивать CSGO, Apex Legends и Titanfall, которые, кстати, были сделаны на Сурсе, я сегодня не буду. Речь пойдёт о старых, а скорее не новых играх. Но, думаю, львиную часть видоса я посвящу моду Гарриса и ещё какую-нибудь дресне. На данный момент игре уже 13 лет, а живёт она и развивается за счёт невероятно талантливого комьюнити. Одного из самых лучших, что я когда-либо встречал в играх. Глобальных обновлений игры уже не было долгое время, но радует, что разработчики хотя бы создают видимость того, что продолжают поддерживать игру. По крайней мере, они регулярно выпускают какие-то фиксы и ещё что-то там, я не вникал, если честно, просто тяну хронометраж. За эти 855 часов в стиме и часов 200 на пиратке я повидал и попробовал многое в Гаррисмоде. Об этом попробуем вам рассказать обо всём самом интересном, на мой взгляд, и постараюсь чему-то вас научить. Да-да, Гаррисмод это не только о микс-пайме на роллплей-серваках и рандомных пострелушках в NPC и друзей на флэтграссе, но ещё и о творчестве. Понятное дело, пострелять с ломом по комбайнам, выдлупить на стене ломиком слово «жопа», посмяться с какой-то тупор и ладресни с другом, или поорать на РП-сервере в микрофон всегда весело. И скорее всего, вы этим займётесь, когда впервые зайдёте в игру. Ладно, ребят, давайте, я пошёл. Но помимо этого, мод Гарриса предоставляет обильное количество возможностей выразить своё творчество. Жопа и бетон. Вот вы купили Гаррисмод, установили и запустили его. Что дальше? После того, как вы поймёте основные механики спавна NPC и стрельбы по ним, поиграете с инструментами и осмотрите все стандартные карты, вы поймёте, что в чистом Гаррисмоде особо-то и нечего делать на сегодняшний день. И вот ты обнаруживаешь в главном меню игры эту непримечательную кнопку, которая несёт в себе десятки, сотни, возможно и тысячи часов геймплея и является потенциальным источником для творчества. Кто знает, может именно с неё начнётся твой путь режиссёра, оператора, сценариста, бизнесмена или аниматора. Не того, что детей развлекает, а который анимирует персонажей для мультиков и фильмов. Но естественно, если ты будешь тупо страдать говном тысячи часов, то твоя перспектива стать кем-то более успешным, чем аниматор, который детей развлекает, а анимирует персонажей для мультиков и фильмов, пойдёт ко дну. Хагадат мужичок. Короче говоря, это кнопка стимовского воркшопа, где ты сможешь найти различные аддоны и целые коллекции. И вот с этого момента начинается самое веселье. Десятки игровых режимов, тысячи карт, тысячи аддонов на оружие, сотни аддонов на различный транспорт, NPC, инструменты, модельки на игроков, сохранение других пользователей и другие... И другие. После того, как ты понял, что из себя представляет мастерская и сама игра, необходимо направление, в котором ты будешь работать, естественно, идея. Здесь ты можешь делать многое, начиная от постеров, продолжая анимациями и машинами, как та, что была в начале, и заканчивая смешиванием всего вышеперечисленного в один крупный проект. Конечно, здесь можно сделать ещё много чего, но всё перечислять я не буду. И так как опыта анимации в ГМОДе я не имею, а Горисмод имеет очень своеобразный и неповторимый набор инструментов для анимации, да и сама анимация имеет свой особый стиль, я поведу вам о том, как с помощью кучки аддонов из воркшопа, парочки друзей и желания сделать приколбасу... Сделать приколбасу. К сожалению, какой-то процент моих зрителей не умеет гуглить и искать информацию в интернетах, а поэтому я буду проводить вас за ручку и рассказывать, как найти то, что вы хотите. Лично меня не устраивает функционал стандартной ГМОДовской камеры. Конечно, при удачном расположении рук можно сотворить что-то неплохое с помощью неё, как я и сделал в этом видео, которое сейчас идёт на фоне. Но, безусловно, лучше иметь инструмент с более гибкими настройками, чтобы не оборвать творческий флоу в момент, когда эта ссаная камера криво зазумится или ещё что-нибудь произойдёт в том... Для того, чтобы найти балдёжную камеру, вы не поверите, что нужно сделать. Запоминайте эти сложнейшие действия и обязательно соблюдайте последовательность. Нажимаем сюда, открываем мастерскую и в поиске пишем «Синематик камера». Сука. Телефон. Обалдеть. Неужели это то, что нам нужно? Даже на русском подписано. Жмём на плюсик. Ну, установил камеру. Чё дальше? А дальше всё зависит от того, что ты хочешь. Если ты хочешь поставить лайк под это видео, написать комментарий и поддержать меня деньхой, перейдя по ссылке в описании, то, пожалуйста, тебя никто не держит. Но вообще можешь придумать какой-то сюжет, прокрутить у себя его в голове и расписать это в блокноте. А после чего отталкиваясь от общей стилистики, искать подходящие аддоны с оружием, транспортом, NPC и плеер-модельками. Или импровизируй. Не думай, что кто-то будет против. После того, как ты собрал готовый сет для съёмок, нашёл подходящие инструменты и, возможно, даже людей, можно приступать. Действуй по сценарию, который ты, скорее всего, нигде не записал, потому что ты истинный гений и тебе такие мелочи вообще ни к чему. Комбинируй общие, средние и крупные планы, чтобы всё смотрелось живо, гармонично, поэтично, красиво, классно, прикольно. Следуй композиционным правилам и нарушай их, когда это нужно. Используй различные приёмы в съёмке, например, доли зум. По-моему, это очень крутой эффект, который невероятно прост в исполнении и очень эффективен, когда ему мелопользуются. Я его использовал в этих моментах вступительного прикола, если что. Вот здесь тоже. Зачастую эффект хичкока или же доли зум применяется в сценах, где необходимо передать потрясение героя или беспокойство. Но это совсем не значит, что он не может применяться в других случаях. В общем, взял камеру, нажал Q, зашёл в настройки и выбрал параметры. Затем можешь отпустить Q и нажать C, которая S. Вот она, основная менюшка для настройки этого приколбаса. Тут всё просто, разобраться не составит труда. Сейчас нам нужен только этот пункт, а вернее данный ползунок, который отвечает за скорость зума. Я поставлю секунды 2-4. А теперь осталось найти объект, который будет в центре внимания или подходящий ракурс для того, чтобы передать необходимую эмоцию. Всё нашли, теперь просто нажимаем ПКМ и отбегаем назад. Круто. Полное говно. То же самое можно сделать и наоборот. Прикольный эффект, короче, идём дальше. В менюшке есть вот этот пункт с постобработкой, и вкладка с эффектами сейчас нас интересует больше всего. Здесь много разных эффектов, но я задержусь на глубине резкости, или как говорят у нас в России, DOF. Очень крутая и невероятно полезная тема. Очень важная, кстати. На таких приколах держится планета, реально говорю. Итак, глубина резкости это фокусировка, если говорить проще. Первый ползунок отвечает за силу блюра, а второй за расстояние, на котором будет заканчиваться чёткая картинка и будет начинаться размытие. Депс, 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 сука. Позволяет заострить и сфокусировать взгляд зрителя на каком-то важном объекте. Но это не значит, что всё, что находится за пределами фокуса, не важно и не может быть центром внимания. Что вообще такое центр внимания и как узнать, где он находится? Я не знаю. В построении кадра есть свои правила и приёмы. И всё это дело называется композиция, которая имеет свои центры. Это геометрический центр, который является точкой пресечения двух диагоналей. Короче говоря, центр экрана. А это Half-Life 2, моя любимая игра, которую я обожаю всей душой и телом. А как Half-Life 2 относится к композиции? Да никак, ёпта. Видос на ассурзии, а не о том, как выстроить правильную композицию. Если вас заинтересовала эта тема, то сами поищите какую-то инфу, или просто зайдите в описание. Молодой человек сделал уважаемый видеоряд на тему, как снять классно и прикольно, и вообще супер, и классно, и прикольно. Правда, там ни слова про композицию, но классно и прикольно. Так что, смотрите. Илья, привет. Что могу сказать о Half-Life 2? Из-за этой игрушки компьютер наберёт свои корни Гаррис Мод, как вы, наверное, догадались, и ещё огромное количество других игр. Вообще, серия Half-Life играет невероятно большую роль в игровой индустрии. Вторая Half-Life имела невероятно крутую физику и уровень взаимодействия игрока с миром. Физические свойства Сурса очень сильно удивляли тех древних людей из начала двухтысячных. А другие студии по разработке игр брали пример с этого бородатого толстопуза, которого все знают, и его команды. Кроме этого, Half-Life 2 стала первой игрой, которая активировалась в дорогом и многоуважаемом стиме, которая создала революцию в распространении видеоигрушечек. После Half-Life вышло ещё много хороших игр, часть из которых... Доберёмся к Гаррис Моду. Изначально я хотел сделать кинематографичные кадры с помощью встроенного в движок вот это вот... вот этой вот штуки, короче. Клипы для мувика в Counter-Strike этих ваших создаются с помощью записей повторов, что я хотел провернуть здесь, но, увы. В общем, пришлось выкручиваться и идти в мастерскую. Благо, один из представителей этого невероятно крутого и талантливого комьюнити уже создал аддон, который превращает вас во фрикамеру и делает движения плавными и аккуратными, как в Майнкрафте с Optifine, когда Z нажимаешь. Skinny penis. Очень полезный аддон, так что устанавливайте, совмещайте его с кинематографичной камерой. Также настоятельно рекомендую замедлять время на момент съёмки различных синематиков, чтобы было проще подловить крутые моменты, а затем уже на монтаже всё ускорить, замедлить, ускорить, всё там надо как чё надо, то есть делаешь чё-то. Делается это очень просто. Открываешь консоль, пишешь SVC1, а затем хост таймскейл 0.3 или 0.2. Итак, давайте посмотрим прикол, который сделал за вечер на этой замечательной карте. Чувак, ты думал, что-то здесь будет? Думаю, пришло время завершать это видео, но последок я хочу дать тебе несколько полезных советов, которые могут тебе пригодиться. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новый ролик. Ставь лайк, чтобы остаться в живых. Пиши в комментах слово прикол, чтобы я знал, что хоть кто-то досмотрел до этого момента. Играй на Рашкинске и Чернозёмске. Эпи в описании. Ну и струс-контент не забудьте установить, чтобы всё нормально работало. Огромное спасибо, что дождались выхода этого видео. Большое вам спасибо за 60 ксф-помписчиков. Отдельное спасибо всем челам, которые поддержали меня манисами. Новый видеоряд очень скоро, я вас уверяю. Так что... Всем спасибо! Далеко не расходимся! Всё, короче. Вырубай.